Положительным персонажем это не очень интересно, в принципе. Мы попытались еще прикрепить к нему какие-то интонационные выверты Эдварда Родзинского, когда он какими-то зависаниями. Очередной подлый персонаж в моем исполнении. Латунский – это критик, который уничтожил карьеру мастера. Он, собственно, в романе Булгакова-то не появляется никак, а в фильме он выведен в реального персонажа, персонажа, который на заседании драмлита, собственно, разносит его работу и таким образом, в общем, закрывает возможность карьеры дальнейшей для мастера. Прикрываясь историческим материалом, критикует советскую власть. Позвольте. Я не закончил. Так себе человечек. Более того, он, если бы, понимаете, есть люди преданные идеологии, ну, потому что они, может быть, заблуждаются в чем-то или, ну, по своим убеждениям преданные. Он предан этой идеологии, опять-таки, только из расчета. Это политически вредно. Он при встрече с мастером в фильме скажет, ну, вы же понимаете, ничего личного, это просто работа. Мы пробовались на двух разных персонажей еще. Алоизий Магарыч, тоже предатель, ну, в общем, на двух предателей мастера. Тут как будто его друг был некоторым. Здесь это изначально был врагом. И прямо на пробах мы попробовали разные варианты этого персонажа, как бы можно было его разнообразить. Я бы хотел напомнить собравшимся товарищам-литераторам, что задача советской критики – вскрывать объективный классовый смысл литературных произведений. Мы попытались еще прикрепить к нему какие-то интонационные выверты Эдварда Родзинского, когда он какими-то зависаниями вдруг и какими-то нотками, а потом неожиданно взрывается. Очередной подлый персонаж в моем исполнении. Что нужно рассказать про Родиона Романовича Раскольникова в театре «Приют комедианта» в постановке Константина Богомолова? Мне кажется, этим многое уже сказано. Я, впрочем, сознаюсь, права никакого не имел. Особенно знаю, как вам сами на эти дни люди остаются. Что помогает нам сначала право как-то иметь? Никаких средств внешней выразительности, ну, как это часто бывает в спектаклях Богомолова, там нет. Это такое очень скупое по средствам выразительности действо. И, в общем, это все энергии мысли. Тут важно разбираться в самом Достоевском. Этот спектакль интересен тем, что зритель сам решает, виновен Раскольников, невиновен Раскольников. То есть нет такого однозначного ответа о том, что он из себя представляет. Тут нет какого-то раскаяния в этом смысле у Раскольникова. Но в романе действительно нет раскаяния. И это преступление именно и наказание, а не раскаяние. Вот как находит наказание Раскольникова, это вот и есть детективный сюжет этой постановки. Я низкий человек. Низкий человек, а на страдание готовите. И ты идешь. Я люблю этот материал, потому что, во-первых, это Достоевский. Во-вторых, это Достоевский, лишенный наносного трепета, энергичности, какой-то нервности, которая присуща вообще в трактовках образа Раскольникова. Здесь очень холодный, расчетливый персонаж. Надо сказать, что в тот момент эта роль вернула мне веру в театр и в то, что им можно еще продолжать заниматься. Потому что я находился уже в той стадии, так сказать, разочарования в театре, что думал даже о том, чтобы больше этим не заниматься вовсе.